Белые трусики. Тусики-тусики. Чики-чики. Это нереально. Работать не могу из дома. Так прикольно наблюдать за изменениями. Прям насилую, да? Грубо говоря, ну не в сексуальном плане. Я просто человек неконфликтный. Очень не люблю конфликты. Или ругаться, или быть с кем-то в ссоре. Старым методом. Но! Но этого не может быть. Ну, как там? Еще три с половиной месяца. Кир, вот так тебя не увижу. Сяду и раздавлю. Очень классные. А ты в соноран вот такие вот будешь. Еще у меня балеринки Валентина. Ребят, хочу вам посоветовать канал одной девушки. Ее зовут Мария. Народом из маленького сибирского городка. Она смогла за год переехать в Париж и поступить в Сорбону, получив стипендию. После Мария несколько лет работала в симфоническом оркестре. На должности дизайнера. Сейчас она снимает о простом стиле и разумных покупках. Хитростях парижанок и секретного французского искусства жить красиво. У нее можно найти много полезных советов о том, как одеваться стильно, не имея денег. Как быть красивой, без тонны косметикой. Как стать счастливой с одним лишь умением замечать красоту вокруг. На мой взгляд, очень симпатичная и интересная девушка. Я вам ссылку оставлю в инфобоксе. Переходите по ней и подписывайтесь. Сегодня новый день. Я сходила в магазин, купила себе на завтрак свежие булочки. И наивкуснейший сыр. Вонючий, но очень вкусный. И взяла клубничный такой пирог. Я его очень люблю, но пока не сна, я его придавила, видимо. И он распластался. И пока делала бутерброды, половину съела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас было бы идеально снять мукбанг с такой красотой. Но у меня нет темы для мукбанга. Я даже не знаю. Поэтому просто смотрите, как я кушаю. Посмотрите, курица просто отваливается от косей. Это нереально. Крящики нежнейшие. Я люблю картошечку. Так вот подавить. Соусом перемешать. Вообще не добавляла туда никакой воды. Все это в собственном соку. Столько сока вышло. Это очень вкусно. Такие запахи, вы не представляете. Сейчас сверху свежий кориандр. Божественно. Мне сейчас пришли две посылочки. Я так понимаю, роутер и с аптеки. Это было очень вкусно. Такс, такс. Изжога. Вот он. Новый рутер. Сейчас его подключим. Вот это что? Это надо наклеить сюда? Я думаю, надо. Куда-нибудь сейчас наклею. Чтоб не потерялось. Вот так. Блин, еще старым отсылать надо. Господи. Ну, ладно. Ненавижу. Пришли мне омега-3. Рыбе масла. Капсулы. Вот такой вот пакет. Кира. Ты хочешь рыбку? Такая пачка огромная. 220 капсул. И магнезий, хотя он так долго шел. Я магнезиум пила, что когда я чувствовала, что вот здесь, что тянет, боли, что матка растет. Сейчас я этого не чувствую, поэтому пока пить не буду. Вот, хотела заказать еще таблеток от ожоги. И что-то не было онлайн. Но я сходила сегодня так, в аптеке взяла. Что, он включился или надо нажать? Вроде включился. Вот видите, что с проводом? Надо, наверное, новый купить. Надо посмотреть, может, у меня еще такой есть? У меня куча проводов. И что, я не поняла. Пропал. Не знаю, Кир, что делать? А? Ехать в магазин. Магазины закрыты. Блин. Забыла. Думаю, сейчас, если что, съезжу за кабелем. Ага. Фиг там. Вот он появился. И что? Не идет? К чему? И, понимаете, позвонить туда, узнать, что к чему, я тоже не могу, потому что у меня не идет связь. Ну, почему это должно было случиться именно на карантине, в такое время, когда он так нужен? Так, вот тут подсоединился. Ну, а тут что? Я позвонила туда. Она говорит, а вам второй кабель прислали? Вот этот вот белый. Я, честно говоря, не помню. Мне кажется, это не их кабель, а мой, что они мне прислали только роутер и вот этот вот черный кабель. А тут белый, по-моему, был мой. Не знаю. Не помню. Сто лет назад было. Ну, в общем, Кира его в детстве погрызла. Вот. Она говорит, ну, значит, это из-за кабеля, из-за другого. Говорит, я вам тогда сейчас новый вышлю. Я говорю, что вас сразу тогда не прислали? Что я неделю сижу, жду? Говорю, работать не могу из дома. Он говорит, извините, я не знаю. Ну, все, давайте я вам сейчас высылаю. Он должен прийти на днях. Если все будет нормально, мы вам возвратим деньги за этот месяц. Я говорю, ладно. Представляете, я тут сейчас сижу и что я вижу? Это я зря только отключила свое видео. Там было уже 11%, теперь опять 1%. Я полдня его загружала. Так вот, я говорю, я сижу и представляете, что я вижу? У нас пошел снег. 30 марта. С первым снегом у вас, ребята. У нас не было снега в этом году ни разу. Я просто в шоке. Да еще такие хлопья. Вам не будет видно, но я в шоке. Вот такие хлопья. Как красиво. Может, мы еще в апреле снеговика лепить будем? Не, ну у нас на следующей неделе обещают плюс 19. Поэтому я думаю, это сегодня все выпадет и растает. Потому что через недельку я жду свои обещанные 19 градусов. Ничего не знаю. Пришли гости. Смотрите, что принесли. Тортики. Я сказала, чтобы ничего не несли тортики, потому что я худею. А потом думала, хоть бы она с тортиком пришла. Давай, привет. Привет, люди. В общем, я второй раз обедаю. Мадина, пятый раз. Посмотрите, какую порцию наложила. Ты съешь это все? Окей, good. Новый день. Я вчера уже ничего не снимала, потому что Мадина ушла и меня просто вырубила. Посмотрите, как у меня уши торчат. И меня просто вырубила. И я проспала до полдесятого или до десяти вечера. И потом... И потом все. День как бы кончился. Я потом не могла заснуть до четырех утра. Так, я сейчас сходила в магазин и купила вот таких вот конфет. Я их просто обожаю. Kinder Schoko Bonds. Ммм, такие вот очень люблю. Сладкие-сладкие. И вот эти печеньки я тоже обожаю. Именно с апельсиновым вкусом, вот с малиновым. Как-то уже не то. Я сейчас хотела сделать сырники. Да, их вообще-то не люблю. Но почему-то иногда... У меня такая же история с блинами. Иногда хочется. Я встала с утра, вот сейчас шоколад объелась. И уже сырники не хочется. Хотела еще попробовать испечь банановый хлеб. Или банановый кейк. Люблю его. Никогда не делала, посмотрела рецепт. Очень изи. Давайте пока... Мне тут защитное стекло отпало. Надо присобачить еще одну. У меня, по-моему, еще два осталось. Так меня бесит на самом деле телефон. Просто ужаснейший. Обычно всегда следующая версия должна быть лучше, но... Но... 11 Pro лучше. Но 11 камера просто ужас. При дневном свете еще нормуль. Но вечером, при домашнем освещении, такое ужасное качество. Это просто ужас. Меня прям бесит делать им фотографии. Я понимаю, что в Pro там тройная камера лучше, но 11 же все равно должен быть лучше, чем 10. Но мне 10 как-то и то. Камера больше нравилась. Ну ладно. Блин, ну как остановиться? А где? А вот. Сначала протираем влажной салфеточкой. Такие салфеточки всегда мизерные. Малюсенькие, прям малюсенькие. Что-то она уже не влажная. Тю. Сейчас я знаю, что это. У меня есть вот такой вот спрей. Протирать как раз вот такие вот экраны. Только знаете, в чем тут проблема? Тут сломалась эта пумпа. И сейчас вот так капнем. Этого должно хватить до телефона. Полная банка. Я не знаю, что он сломался. Так. Следующая. Сухая. Сладкая это наркотик. Это такой наркотик. Аж трясет. Когда посаживаешься, аж трясет. Так. Ну что, не пойму. Что-то не очень. Ну вообще не то. Старым методом попробуем. Что может быть лучше? О, все ушло. И сегодня такой ужасный сон снился. Такой неприятный. Даже не хочу вспоминать, как меня предпом conferences. Как меня предпомнюют. И мне приятно. Мне, кстати, часто снятся сны. Но я убиваю людей. прям бью вот прям насилую до грубо говоря она не в сексуальном плане а вот прям разрезаю по частям они не умирают и смеются и смеются там дальше и что-то мне говорят начинаю нервничать начинает дальше резать если иногда этот сон заканчивается тем что не таки убивают и тогда мне спокойно становится хорошо а иногда так и не могу тогда я во сне нервничаю я прочитала что это скрытая агрессия я вот не знаю может действительно так я проанализировала себя но я просто человек не конфликтный очень не люблю конфликты или ругаться или быть с кем-то в ссоре и может быть иногда я умалчиваю если мне что-то не нравится наверное и вот наверное так часто делать возникает скрытая агрессия так теперь берем стекло и клеем так не люблю это делать все время криво очень не вижу так ну все давай давай ты еще все вроде супер ровненько но вам не видно последнюю конфетку как вам пол пачки среди но не купила xxl не переживайте мне же шла домой на последнее время с ним только ощущение что выхожу не на своем этаже соседи что ли сменились что-то поменялось подъезде все выхожу и думаю ты не мой этаж каждый раз решила после сладкого поесть нормально жаркое и вот с такими огурчиками израильские огурчики продаются солененький в русском магазине продаются очень-очень вкусно я не замуж еще где-то я видела в русском вот такие вот в дозах они были кстати в одном из моих любимых ресторанов и после по моему этого ресторана стали все их покупать очень вкусные хрустящие так тапочки сняла взвешиваемся так но учтите у меня еще камера тяжелая со штативом где-то килограмма 3 ну этого не может быть так давайте я взвешиваюсь без камеры и потом вас возьму но этого не может быть ну как так только что я взвешивалась без вас и было 60 а теперь 62 еще три с половиной месяца так ну ладно чё я каждый день думаю ну все не буду брать сладкое в принципе то я когда сладко поем думу да и не так уж и хочу чё все нормально но с утра меня прям трясет ну так почему бы не поесть только с утра правильно ну ладно чё чё жаловаться я принципе не жалуюсь похудею потом ничего страшного какие мои годы к тому же а сейчас кризис пандемия все сидят дома и все едят так что я буду не одна правильно тела чизкейк невкусно еду продюсеру белые трусики тусики тусики чики 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 сейчас буду фотографировать какие-то вещички которые хочу продать вот например вот этим показывала они почти что новые до их одела вот действительно один может максимум два раза просто поняла они очень классные а ты в сон лоран вот такие вот бутсы но просто я поняла что ну как-то это не на мой роз что ли или не ну не знаю что то вот как-то не не носились они мне хотя вот так они мне так нравятся с платьишками с черными штанами или с джинсами даже ну как бы видно да что я их одела но дело как уже сказала один-два раза то есть так то все все еще абсолютно новенькое все классно вот от них огромная коробка размер кстати 36 5 я не знаю может быть оставлю ссылку кто в германии живет если кому интересно где я продаю что-то можете посмотреть вот такие вот еще у меня балеринки валентина тоже я их ни разу не носила кстати есть коробка все езда абсолютно не ношеные 36 размер стоили они когда-то 690 потом 150 но в итоге я их ни разу не носила абсолютно новые в принципе на ножки смотрится очень красиво потому что цвет очень классный когда одеваешь вот это вот штучка на ножки красиво смотрится миниатюрно просто я как-то не особо ношу балетки и в основном даже летом хожу в кроссовках либо в сандалях вот но так они очень даже прикольники что тут творится вот здесь так я не помню что это вот эти семена раскрываются с этими пока ничего не происходит вот эти хорошо пошли по моему это а я не помню что это вот эти уже вот тут две проросло там видите он пускают корни а этот который я думала открылся моментально он так и он просто чем-то покрылся он видимо из-за влаги так просто выглядел до сих пор ничего не произошло вот здесь начал открываться и с этим пока тоже ничего будем еще ждать будем посмотреть пойду я наверно прилягу ну посмотрю фильмец я все пофоткала буду сейчас выставлять все пофоткала там всего пара вещей а еще забыла еще и хотел один свитер сфоткать точно сейчас его сфотка и потом буду смотреть сериал у меня вышел только что новый блок на канале который грузился внимание со вчерашнего утра больше суток киру так тебя не увижу сяду и раздавлю сяду и раздавлю тебя ты же маленькая головастику подозрительно мою девочку мою куколка любимая мне привезли вкусняшки как я люблю пирожки класс это печеное это жареное так но здесь наполеон боже сколько она не привезла с ума сошла она сказала что он очень вкусный а как вы проводите карантин красотень красотень кира мне так нравится это состояние так прикольно наблюдать за изменениями в твоем теле как растет живот что там малышка человек настоящий сейчас там развивается я не знаю когда об этом думаю мне каждый раз взрывается мозг ну что ребят буду заканчивать этот влог что-то меня так рубит и кирочку руби да хотя время еще пола пол одиннадцатого даже нет ой фу какая жога кирюш я же посмотрю еще одну серию и лягу спать теньки да кирюш кир ты вообще рада что мама теперь дома с тобой 24 на 7 по тебе наверное счастье полные штанишки расскажи мама теперь с тобой без конца спит греет тебя если холодно вкусняшки дает гуляет по три раза в день да это же сказка скажи моя куколка все мы прощаемся всем пока подписывайтесь на мой канал пишите комментарии нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили оповещания все равно на карантине больше делать нечего так что предлагаю смотреть меня с кирой и также подписывайтесь на мой инстаграм ссылка будет в инфобоксе а 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 Субтитры сделал DimaTorzok